Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня я вам расскажу о фильме, который имеет яркое название «Исчезнувшая» либо по другой версии «Пропавшая». Снятым в 2014 году режиссером фильма был Дэвид Финчер. Это фильм, аналогичный фильму «Двойной просчет». Я буквально недавно снимал об этом фильме ролик, вы можете найти его, посмотреть, подписаться на канал, не забыв. Фильм великолепный, я бы рекомендовал его посмотреть всем людям, находящимся на пороге семейной жизни, либо вступившим в брак не так давно. В общем-то, всем молодым людям, и мужчинам, и женщинам он будет полезен, занимателен и познавателен, что называется. Здесь, в этом фильме, показана жизнь молодой пары, которая прожила 5 лет, и с ними происходят определенные события. Сразу хочу сказать, что фильм очень сложный, имеет криминальную направленность в большей степени. Главными актерами в этом фильме были Бен Аффлекс и Розамонт Пайк, которые сыграли Ника и Эмми. Молодая пара с высоким доходом, живет в шикарном доме, никаких больших у них проблем нет в их взаимоотношениях. Живут ровно, гладко, без детей. И происходят такие события, что однажды мужчина возвращается домой, Ник наш возвращается домой, и обнаруживает, что жены его дома нет, а дома бардак, кровь, много побитой посуды, там, так далее, так далее. И начинается поиск его любимой Эмми. Вот эти поиски, возвращение потом Эмми, вот это и есть суть картины. Вы знаете, я бы мог, конечно, вам детально рассказать каждый эпизод этой картины, потому что я ее посмотрел неоднократно. Рассказать подробно, что я думаю, и какую-то психологическую характеристику провести Эмми. Но лучше, чтобы каждый из вас все же посмотрел эту картину самостоятельно и сделал для себя определенные выводы. Вы знаете, когда-то давно, будучи еще в молодом возрасте, что называется, мои старшие товарищи, женщин определенной категории, характеризовали как стервы. Вы знаете, такая стерва на каблуках, на хорошей машине, вот имеет, видимо, хороший заработок. Но вот я вам хочу сказать, что здесь фильм далеко не о стерве. Я даже не могу ахриктизовать вот эту даму, которая сыграла Розам Монпальк. Но слово стерва, наверное, здесь не подходит. Это что-то такое адское какое-то существо, скажем так. Очень коварная, просчетливая дама, которая просчитала все ходы буквально, ни в чем не ошиблась. Она очень уверенная в себе такая женщина. Ну, достаточно такого факта я вам расскажу из этого фильма. Вот каким образом создать иллюзию, иллюзию своей беременности. Она берет, приглашает в гости свою подругу, которая беременна, очевидно беременна. Перед этим она удаляет всю воду из туалета и, соответственно, отключает воду в туалете. Активно угощает свою подругу лимонадом или соком, там еще чем-то. Она, соответственно, хочет сходить в туалет. Сходит в туалет, после этого она собирает мочу у своей подруги, сдает ее на анализы и получает положительный тест на беременность. Как вам такая дама? И это самый безобидный эпизод из ее биографии. Более серьезные вещи – это когда она совершает убийство, откровенное убийство в процессе полового акта. Это понимаете, каким надо будет обладать кладнокровием и беспристрастностью вообще какой-то, что совершить убийство, причем просчитать это убийство, заранее просчитать его, сделать таким образом, чтобы это все было заснято на камеры задолго до совершения вот этого факта убийства. Придумать себе алиби тем самым. И потом, потом вписать всю вот эту картину происходящего в жизни с ней, вот это убийство вписать во всю картину. То есть, как по речке все. Как говорят, знаете, в народе есть такая поговорка, как по маслу все катится у этой нашей героини. В конечном итоге, значит, она возвращается к своему мужу и заставляет нашего главного героя, что самое удивительное, шантажируя его ребенком, ребенком шантажируя, ну, в общем-то, там целый клубок взаимоотношений, вот, она его шантажирует и заставляет его дальше с ней жить. Вот, хотя он совершенно этого не хочет. Вот такая вот главная героиня. То есть, вы поняли, о чем картина? Картина об инсценировании своего убийства или пропажи и так далее. Там режиссер рисует такую сложную психологическую картину. Я вам сказал, что характеризовать не буду. Я бы мог вам характеризовать, как она это все грамотно сделала. В общем-то, разыграла такую сцену, чтобы все любили беременную женщину, которая пропала, по всей видимости, по вине своего супруга. Вот, и ее любили, а его ненавидели, вот, и разыскивали. Она переехала в это время в другой штат, жила там спокойной, хорошей жизнью. А он бы сидел в тюрьме, но после этого она возвращается. Там такой сложный клубок. Это надо смотреть, это надо видеть, это надо понять, что называется, самому. Вот. Я со своей стороны ставлю этому фильму отличную оценку. Задумка великолепная. Я вот охарактеризовал этот фильм как криминальной направленности. Но в большей степени, да, наверное, криминальной направленности. Все-таки здесь, в этом фильме, есть и убийства, есть инсценирование убийства. Здесь, в общем-то, все вот эти факты, они подпадают под уголовную ответственность, что в Соединенных Штатах, что в России, где угодно. Вот. Но, но, помимо криминальной направленности, второй, вторая сюжетная линия, которая не так четко прослеживается, это сюжетная линия психологическая. То есть здесь речь идет о чем? Почему вот эта женщина из маленькой, подвижной, в общем-то, такой добродушной девочки превратилась в такого монстра? И причем она для себя лично, она не считает, что она монстра, она считает, что она поступает вполне логично, она поступает вполне по-современному. Вот. Она исходит из интересов, и даже, я думаю, что она в меньшей степени считает себя эгоисткой. Она спасает брак. Она это говорит своему мужу открыто, что, ты знаешь, я спасаю брак, я спасаю тебя, я пришла тебе на помощь, я спасла тебя, тебе грозила тюрьма, потому что вот, хотя ему грозила тюрьма только потому, что она сама все это совершила. То есть, видите, здесь очень сложная психологическая линия, это как второе направление в картине. Вот. Ну, повторюсь же, очень рекомендую вам этот фильм к просмотру. Думаю, два часа вашего времени не пройдут даром, вы не выбросите свое время впустую, многое извлекете. Тем более, если вы будете этот фильм смотреть совместно со своей второй половиной. Итак, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте добавлять ролик к себе. И до новых встреч!